Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия Огородная Азбука. Я вот сейчас как раз снимала видео на тему, как вырастить большое количество рассады в тоннелях, не имея теплицы. И как раз у меня лежат на столе вот эти сорта, которые я выбираю для выращивания в тоннелях, в открытом грунте. Сейчас я сразу, вот пока они у меня здесь находятся, опишу несколько сортов. Эти знания пригодятся тем, кто хочет нынче вырастить свою рассаду на улице без теплицы, под временными укровными в тоннелях. Вот сорт метелица. Этот сорт, я уже в прошлом году, когда он был в рассаде, про него рассказывала. Но сейчас я про него расскажу именно, как о сорте, который можно вырастить, распекировать сразу в открытый грунт, под временное укрытие. Томат для открытого грунта. Метелица. Среднеранний, очень урожайный сорт. Растение низкорослое, компактное, что очень удобно для размещения на участке. Ярко-красные массы и 150 грамм плоды округлой формы с гладкой поверхностью, великолепной плотной консистенцией, отличаются хорошими вкусовыми качествами. Плоды томата метелица универсальны в использовании, великолепны для приготовления свежих салатов и переработки, особенности выращивания. Растение не требует формирования, что облегчает его выращивание. Вот я в прошлом году говорила именно с упором на это качество, что он не требует формирования. И о том, что из-за этого именно этот сорт выбирают фермеры, но не только фермеры, а частные вот эти производители томатов, которые выращивают плоды для торговли. Его выращивают без посынкования, без подвязки куда-то к шпалерам или колышкам. Он может выращиваться в грунтовом варианте, но у него очень хорошие, такие стандартные, средние плоды. Вот тут указан вес 150 грамм. Они могут быть и чуть побольше, но на последних кистях, конечно, поменьше. Но сегодня я хочу его упомянуть как сорт, который можно прекрасно выращивать на улице. Это холодостойкий сорт. Вот тут вот заклеена снежинка, не видно. Это холодостойкий сорт, и поэтому он именно относится вот к той группе, которой я говорила, с толстым стволом, с такими жирными гофрированными листьями. Они даже при небольшом подмерзании, вот если листья, бывает как ошпарит мороз, они хорошо восстанавливаются. Они просто, вот например, если я для себя выращивала, у меня один раз они подмерзли, они новые листья быстро нарастают. Эти потом мы все равно во время, ну когда другие посынкуем, общипали вот эти засухшие листья и все. Вот этот сорт, метелица, именно те, кто хочет выращивать в открытом грунте, могут его тоже выбрать. Метелица так же, как снежная сказка, таймыр, аляска. Все томаты с холодными снежными названиями, идеальный вариант для выращивания рассады без теплицы. До свидания!